МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе отмечен рост ДТП. Об основных причинах высокой аварийности через несколько минут. Грандиозный бал, парад байкеров, зажигательная дискотека и многое другое, как козлординцы отметят День города, расскажем. Далее об этих и других событиях более подробно. В Москве состоял шестое заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконер. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, как ключевой был отмечен проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек». Подтверждена обоюдная заинтересованность Казахстана и России в активизации сотрудничества в этом направлении, сообщает пресс-служба Аэрокосмического комитета Республики Казахстан. Члены межправкомиссии также рассмотрели вопрос создания свободной экономической зоны Байконер, цель которой – привлечение инвестиций и внебюджетных средств на развитие инфраструктуры города, обеспечивание социальных гарантий и улучшение условий проживания его жителей. По итогам работы шестого заседания межправительственной комиссии подписан протокол для решения достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества на космодроме. Следующее заседание комиссии запланировано на апрель 2020 года в городе Нур-Султан. Вы смотрите новости. Завершается вторая пятилетка индустриализации. На этот год запланировано ввод в эксплуатацию четырех крупных производств. О ходе реализации программы сообщило руководство областного управления индустриально-инновационного развития. Среди крупных индустриальных проектов в Шилии скинтопонажный цемент, завод мощностью 1 миллион тонн. Он производит пять видов продукции. На сегодня цемент поставляется в Туркестанскую, Актюбинскую и Алматинские области. 7,5 тысяч тонн экспортировано в Узбекистан. Изначальная цель завода – это производство тампонажного цемента. Проектная мощность завода – 1 миллион тонн. 30% будет составлять тампонажный цемент. Он используется в нефтяной и уронодобывающей отраслях. Раньше компании закупали такой цемент у соседних стран – России и Китая. Наша цель – охватить внутренний рынок отечественной продукцией. До конца года планируется запустить четыре новых проекта. Это стекольный завод, завод по производству кобикормов, кирпичный и рыбоперерабатывающий. Так, строительство стекольного завода планируется завершить в конце декабря. На сегодня на стройке задействовано более 190 человек. Только вчера закончился технический аудит со всеми инвесторами, учредителями. В ходе аудита намечено завершить работу до конца года. 99% оборудования от американских производителей. Продолжается освоение свинцово-цинкового месторождения Шалкиян. Ивана Диева, Баласаус Хандык. Строится крупный экспортоориентированный местокомбинат мощностью 5000 тонн в год. Иптевсифабрика. Комбинат «Аралтус» с ростом спроса планирует строительство третьего цеха. Айгерим Туриман, Бёрджан Хужамуратов, Турихан Хужахметов, телеканал «Казларда». В Казахстане проходит неделя основного закона. В рамках недели специалисты областного департамента юстиции проводят бесплатные юридические консультации для граждан. Очередная консультация состоялась на площадке Центра обслуживания населения. В проведении консультации в рамках недели основного закона задействованы специалисты органов юстиции, палата частных судоисполнителей, адвокаты, нотариусы, работники ЗАГСа и ряда других учреждений и организаций. Цель проекта – расширение представления о конституции и заложенных в ней ценностях, осознание ее роли в достижениях страны, повышение правовой культуры общества. Особое внимание в ходе консультации уделяется молодежи, многодетным, инвалидам. Пришла в ЦОН, получила необходимую консультацию у специалистов. Это очень удобно для населения, хороший социальный проект. Все вопросы, которые задают граждане, получают квалифицированный ответ от соответствующих специалистов. В регионе участились случаи дорожно-транспортных происшествий, а тревожные тенденции сообщили на брифинге представители прокуратуры и управления правовой статистики. За полгода в регионе обслуживали выше 3000 правонарушений. 59,4% из них составляют кражи. Большинство совершивших эти преступления безработные. По информации специалистов, участились случаи мошенничества, но заметно следилось скатократство и квартирные кражи. Чаще всего преступления совершаются в областном центре. В разрезе районов лидируют Жанокурганский, Казалинский и Кармашинский. Тревожный факт. В регионе участились случаи ДТП. С начала года зарегистрировано 230 аварий. В прошлом году эта цифра составляла 145. Чаще по данным статистики ДТП происходит на больших трассах. Большинство аварий происходит на внешних трассах. По городу показатель такой же, как и в прошлом году. А вот на больших трассах аварий стало больше. Основные причины аварий – домашний скот или превышение скорости. Это главные причины. До 1 сентября остались считанные дни. Готовность школ к новому учебному году рассмотрена на очередном заседании комиссии городского маслехата с участием представителей сферы образования. В этом году в Казаларде пойдут в школу 64 тысячи учеников. По сравнению с прошлым годом на порядок больше. Для решения проблемы нехватки мест в ряде школ построены пристройки. По данным городского отдела образования, школы областного центра полностью готовы к новому учебному году. Для постоянной поддержки детей из малоимущих многодетных семей решено проводить круглый год акцию «Дорога в школу». В этом году в рамках акции помогли собрать в школу свыше 7 тысяч учеников. Было обращено внимание на необходимость открытия специального фонда или счета для пожертвования создания базы данных семей. Также внесено предложение об усилении работы школьных инспекторов на особом контроле, обеспечении безопасности детей на дорогах. Например, в микрорайоне Байтирек со стороны родителей была выражена обеспокоенность, где будут учиться дети. Новая школа еще строится. Проблема полностью решена. Дети будут распределены в ближайшие школы, решены и вопросы транспорта. В прямом эфире новости. День города козлординцы будут праздновать с конца сентября и всю первую половину октября. Этот вопрос был обсужден на заседании аппарата Акима города. В программе Дня города поэтические состязания Мушейра, международный парад байкеров, праздничный карнавал, уличные фестивали. В различные конкурсы юных изобретателей, фото-видео на лучший вайн, батл-диджеев и стиваль КВН с участием Турсумбека Кабатова. Ожидается грандиозный бал и зажигательная молодежная дискотека. Молодежный театр Козлорды готовится к премьере спектакля «Козлорда на Козлорай». Также пройдут тематические дни чистоты, молодежи, спорта, культуры, образования, сельского хозяйства. В завершении состоится гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Прием предложений, как отпраздновать День города, через социальные сети еще продолжается. Нужно также провести мероприятие с участием историков, ученых, которые рассказали бы о прошлом города, как он строился, его историю. Не все молодые люди знают об этом. Также нужно призвать всех земляков принимать активное участие в очистке и благоустройстве города, помогать нуждающимся в помощи семьям. На заседании также был заслушан отчет о ходе работ по газификации Аула Караул-Тубе. В этом году в рамках инвестпроекта «Кастрансгаз Аймах» 110 домов будут обеспечены газом на 33 миллиона тенге. Еще 138 домов будут газифицированы за счет самих сельчан по их просьбе. Обойдите все дома. До 1 октября все работы должны завершиться. Все они 15 октября на начало отопительного сезона должны иметь дома голубое топливо. Пусть эта работа будет под жестким контролем. Специалистам проверить качество работы. В Арайском районе прошла ярмарка свободных вакансий. На ней было представлено 298 рабочих мест. Ярмарки вакансий стали эффективным инструментом трудоустройства и проводятся регулярно. Это 21 с начала года ярмарка. Ее посетили свыше 100 человек. Практически каждый получил направление на работу. Асель Оралбаева в рамках программы «Молодежная практика» получила направление в районы Акимат. Здесь молодой специалист будет работать в течение полугода и сможет подкрепить свой багаж знаний практикой, набраться опыта. В этом году закончила университет по специальности инженер-программист. На ярмарке получила направление на молодежную практику. Это большая возможность для молодых людей, не теряя времени, входить в свою профессию. Двое наших землюков в составе казахстанской сборной выступят на юбилейном 20-м чемпионате мира по боксу, который пройдет с 8 по 22 сентября в городе Екатеринбург. Казахстан на мировом первенстве представляет 8 боксеров, двое из них из Лординцы. Весе 75 килограмм выступит Турсумбай Кулахмет, свыше 91 килограмма Камшебе Кункабаев. Отметим, в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны. Это рекорд в истории проведения чемпионатов мира. Соревнования впервые пройдут в 8 весовых категориях, которые составляют теперь олимпийскую программу. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастер ККЗ на сайте телеканала Казахстана. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – 5-звездочный отель Султан База. Всего доброго. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал Балрум идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в 5-звездочной гостинице Султан База. Проведите незабываемые торжества в банкетном зале Балрум. В Оральском районе днем плюс 30 градусов, ночью плюс 12. В Казалинском районе днем плюс 31 градус, ночью плюс 13. В Байконаре днем плюс 32 градуса, ночью плюс 14. В Кальмахшинском районе также днем плюс 32 градуса, ночью плюс 14. В Жалагарском районе днем плюс 35, ночью плюс 15 градусов. В Сардаринском районе днем плюс 34, ночью плюс 16. В Шиерийском районе днем плюс 35 градусов, ночью плюс 17. В Желогасе на Бурганском районе днем плюс 36, ночью плюс 18 В Казаларде днем плюс 34 градуса, ночью плюс 16 Спонсор курса валют – комплекс Арбат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова